Итак, в этом видео мы рассмотрим, как можно установить 3CX. 3CX будет у нас установиться на виртуальную машину. Будем использовать платформу Linux. Для этого скачивается ISO образ 3CX, предустановленный на базе Debian. Перейдем в нашу виртуализацию VMware Workstation. Создадим новую виртуальную машину. Выбираем рекомендуемую установку. Выбираем наш ISO образ Debian. Вот он, 64 бит. Открываем его, делаем далее. Пишем здесь 3CX PBX. Путь установки у меня тут стандартный, на диск C. Если что, можете поменять. Нажимаем далее. Так, для показа ставим пока 20. Можно увеличить. Нажимаем далее. И финиш. Так, появляется наша виртуальная машина. Она уже пытается запуститься. Прежде чем запустить, установим ее. Выключим. Давайте вначале укажем сетевой интерфейс. Сетевой интерфейс будет использоваться режим Bridge. Реплетировать физический Network Connection. То есть, наш сетевой интерфейс будет работать с этой виртуальной машиной. Нажимаем ОК. Так. Рам у нас 2 гига, процессор 1. Давайте запустим на минималках и посмотрим, как это работает. Так. Нам предлагают сразу установить. Нажимаем Enter. Нажимаем 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 Нажимаем. Так. Как будет называться наш Host Name? Давайте выберем здесь PBX. Далее укажем наш сетевой IP-адрес. Делаем GoBack. Configuration Network Manual. Указываем наш IP-адрес. Посмотрим, с каким IP-адресом у нас наша локальная сеть. Как мы видим, IP-адреса у нас идут 192.168.1 и так далее. Будем использовать 1.150. Пишем здесь 192. Так. Нам лок не включен. 192.168.1 и так далее. Делаем далее. Маска у нас стандартная. 255.255.255.0. Делаем Continue. Так. Gateway у нас 192.168.1.1. Все верно. Name Server. Адрес 192.168.1.1. Так. Здесь пишем опять. P3CX. Ну, просто PBX. PBX. Так. Continue. Домен Name у нас нет. Продолжаем. Так. Здесь мы должны выбрать язык. Оставляем English. Выбираем, где мы находимся. Так. UTF-8 оставляем. Вот клавиатура английский. И сейчас надо ввести пароль администратора. Точнее сказать, в рутах. Вводим continue. Повторяем наш пароль. Продолжаем еще. И начинается установка. Придется подождать. Она займет где-то тоже приблизительно минут 5-10. Так. Надо выбрать. Все. У нас жесткий диск. Finish. Подтвердим. И ждем установку. 3CX System или 3CX SBC. Соответственно мы выбираем 3CX System. Нажимаем ОК. И ждем окончания установки. Итак, надо принять лицензионное соглашение. Нажимаем на кнопку ОК. Итак, установка подошла к концу. Нам предлагают выбрать. Использовать через веб-браузер или через командную строку. Конечно, мы выберем веб-браузер. Нажимаем единицу. Тут мы видим URL, по которому нужно перейти, чтобы подключиться к ОКТС. IP-адрес, который мы задали. 192.168.1.150 на порту 50.15. Итак, давайте перейдем по ссылке. И проверим подключение. Так, введем нашу ссылку. Мы подключились к нашему 3CX серверу. Выберем сразу русский язык. Как мы видим, нам сейчас надо выбрать тип установки. Мы создаем новую инсталляцию 3CX Phone System. Для этого нам нужен лицензионный ключ. Так, мы вставили лицензионный ключ. Нажимаем Далее. Тут нам предлагают ввести имя пользователя и его пароль. Это будет у нас админ. Повторим наш пароль. И нажмем Далее. У нас будет внешний IP-адрес, как он указан. Если мы не уверены, мы пишем Нет, указать адрес вручную. Нажимаем Далее. В данное время у нас динамический IP-адрес. В вашем случае может быть статический. Нажимаем Далее. Порты, которые нужно открыть на Firewall. Нажимаем Далее. Здесь у нас, так как одна Ethernet-карта, соответственно, вот она и IP-адрес ее. В вашем случае, может быть, их несколько. Нужно выбрать нужную. Далее. Если у нас есть DNS-сервер, то он будет настроен с вашей стороны. Надо вписать сюда ваш FQD у вашего DNS-сервера, который вы будете использовать. Если нет, у нас нет DNS-сервера, будет использоваться локальный IP-адрес. В нашем случае это локальный IP-адрес. Нажимаем Далее. Создается FQDN и сертификат. Надо подождать некоторое время. Итак, нам нужно выбрать длину добавочного номера. По умолчанию используются три цифры. Если абонентов большое количество, можно использовать четыре цифры или пять цифр. Но мы оставим пока в данное время три цифры. Нажимаем Далее. Пишем email администраторы. Нажимаем Далее. Установка языка системы. Можно поменять сразу. Можно оставить английский. Выбрать страну. Указать часовой пояс. И нажать Вперед. Далее. Первый юзер обязательно надо зарегистрировать. Далее. И нажимаем Далее. Страны, которые разрешено звонить. Здесь уже по умолчанию выбрана наша страна. Нажимаем Далее. Значит, языковой промпт, который нужен, мы можем поменять. Выберем русский. Итак, мы установили наш 3CX сервер. Он у нас уже стал активен. Давайте сейчас перейдем по порту 5001. И подключение будет по HTTPS. Нажимаем Дополнительную. И принять риск продолжить. Так, тут нам нужно выбрать сразу русский. Далее пишем админ наш логин и пароль. Подключаемся к нашему 3CX серверу. Вот мы сейчас в данное время в админ панели. На этом пока все. Мы установили 3CX на базе Linux Debian.